Сейчас уже середина июня, разгар лета, и я хочу обратить ваше внимание на то, как следует, на мой взгляд, формировать деревья. Вот, вроде бы, пушистая, липкая, но недостаток ее в том, что внизу очень много корней, которые идут практически горизонтально от свала дерева, и впоследствии это будет причиной достаточно серьезных проблем, потому что эта ветка будет обламываться по мере набирания силы. И вторая причина, это то, что невозможно ходить. Вот вы видите, это ниже даже на уровне груди, и каждый раз приходится нагибаться, чтобы пройти под кронами этого дерева. Вот, немножко лучший вариант, но на самом деле это требует еще более пристального внимания, потому что надо также прорежать крону изнутри, Потому что, когда она замусоривается, зарастает мелкими веточками, кроне очень тяжело дышать, она становится массивная. И вот над своей липкой я сейчас работаю с тем, чтобы сформировать ее ствол, зачистить нижнюю часть. Вот вы видите результаты моих трудов, пришлось обкорнать достаточное количество веток, но на самом деле жалеть об этом не стоит, потому что в будущем это все равно окажет благотворное влияние. И вот такие вот мелкие второстепенные веточки, удаляя, вы даете возможность дереву впоследствии лучше себя чувствовать. И еще один момент, то что, то что, если вы это сделаете на ранней стадии, пока веточка молодая, И еще сделаете близко к корню, к стволу, вот так вот, тогда это все зарастает и превращается в пенек. Вот вы видите, ствол совершенно гладкий, хотя здесь тоже производилась подрезка. Вот бывшие места, где росли ветки, и они совершенно хорошо зарубцевались, покрыли коровы, и дерево будет дальше здоровое. И будет служить вам долгое время. Вот еще пример клена, растущего перед нашим окном. Вот вы видите, какая у него густая крона. И как бы мне не было жалко, мне пришлось срезать вот эти вот уже разросшиеся ветки. Вот вы видите свежие пеньки. Часть уже из них заросло, но зато теперь он стал намного аккуратнее, симпатичнее. Я сейчас отойду подальше, вы увидите, как это выглядит. Он здесь очень стройный, аккуратный. И в противовес ему соседский клен, который не подвергается уходу. Со временем он, конечно, превратится в одну большую, могучую. Даже не знаю, что могучую. Но в любом случае, потом за ним ухаживать будет все сложнее и сложнее. Подписывайтесь на мой канал, и я буду вас информировать и держать в курсе о том, что происходит на моем участке, на участках других. И следите за своими деревьями. Всем пока!